Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Ситуация с паводком в регионе спокойная. Министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Дмитрий Азаров проконтролировали работу Центра управления кризисными ситуациями. Но если вода особых сюрпризов не готовит, сезон пожаров начался раньше обычного. Что планируют предпринять региональные власти, расскажем в нашем следующем сюжете. Визит в Самару глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России начинает в центре областного главка МЧС. Здесь специалисты круглосуточно следят за обстановкой в регионе. На экране выведен у нас в первую очередь, что что необходимо для работы. Это модели развития обстановки, которые могут сложиться на территории области. Если паводок опасений не вызывает, то сезон пожаров в этом году начался раньше. В лесах ситуация пока спокойная. В полях много возгораний сухостоев. На оперативном совещании глава МЧС России обратил внимание всех служб и глав муниципалитетов на необходимость усилить контроль и провести профилактическую работу. Мы продолжаем работу по мониторингу моделирования ситуации. То, о чем мы сказали, значит, в преддверии майских праздников мы массовый выход людей на природу, поэтому усилить профилактическую работу с населением. Усилить контроль за разведением огня и тому подобные мероприятия. И эту работу необходимо продолжать весь пожароопасный сезон. Помощь сотрудникам МЧС добровольные пожарные дружины. Они насчитывают порядка трех тысяч человек. Нередко в отдаленные районы к месту пожара именно они прибывают первыми. Глава региона поблагодарил Евгения Зиничева за достигнутую договоренность о передаче части материально-технических средств МЧС добровольным дружинам. Надеюсь, мы с Олегом Васильевичем, с главами муниципальных образований это оперативно отработает, что, конечно, укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений. Глава МЧС посетил в Самаре еще один объект – легендарный бункер Сталина. Министру представили проект обновления музея. Планируется дополнить экспозицию и сделать бункер более доступным для посещения. Лариса Шлафаст, События. Новая школа в микрорайоне «Новая Самара» будет открыта в следующем году. Уже выделено место для строительства. Сейчас в микрорайоне не хватает социальных учреждений. Этот и другие вопросы жители обсудили с главой города на выездном совещании по Красноглинскому району. Подробности в следующем сюжете. Большие уютные дворы, достаточное количество парковочных мест, широкие проезды. Жители Новой Самары своим микрорайоном довольны. Однако, признаются, социальная инфраструктура в шаговой доступности почти отсутствует. В полиглинику приходится ездить на мехзавод, ближайшие школы в соседних районах. И только детский сад начал свою работу. У меня двое детей. И первое, нам было достаточно сложно устроить их в детский садик, потому что детский садик построили, но очень долго не могли сдать в эксплуатацию. Сейчас, наконец-то, завершили всю эту работу. Дети уже больше года ходят в детский сад, все замечательно. Но дети растут, теперь еще не хватает школы. Место для строительства будущей школы осмотрела глава города. Елена Лапушкина встретилась с жителями микрорайона, чтобы обсудить вопросы, которые есть у горожан. Строительство нового образовательного учреждения требует и новых дорог. Сквозь микрорайон проложат две полосы для движения, соединяющие школу с московским шоссе. Правда, жители обеспокоены, что новая дорога станет объездным путем для тех, кто избегает пробок. Эту ситуацию можно регулировать дорожными знаками, уверены власти. А отсутствие поликлиники в шаговой доступности, пока ее не построят, временно заменят выездными кабинетами с врачами общей практики. Совместно с нами, совместно с Министерством здравоохранения подыскивают помещение для того, чтобы разместить там хотя бы офисы врачей общей практики. И до момента строительства больших поликлиник, конечно, вот это будет временно решение. Второе. Школа у вас начинает строиться в этом году, 19-20 год. 20-й год – это год сдачи. Глава города проконтролировала и восстановление канализационной трубы на мехзаводе. Авария произошла 7 апреля. Сейчас удалось заменить четверть поврежденного участка. Рабочие обещают полностью отремонтировать трубу коллектора диаметром 600 мм до 20 апреля. После этого восстановят асфальт и газон. Сейчас вот уже смонтировано 13 погонных метров. 13,7? 17,7. Который? Который матч? Большой. Мы сегодня планируем еще вот сейчас вот еще выкопаем метро 4. Также Елена Лопушкина посмотрела, как проходит месячник по благоустройству на Красной Глинке. Глава города отметила, что к управляющим компаниям есть замечания по количеству дворников, выходящих на работу, и по подбору мусора, оставшегося после уборки. Но, тем не менее, положительные результаты Гагаринского субботника заметны. А в некоторых дворах весна уже вовсю заиграла яркими красками, благодаря цветам, высаженным местными жителями. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Отопление в Самаре планируют отключить 24 апреля. Ориентироваться будут на погоду. Об этом на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ сообщил первый замглавы города Владимир Василенко. Он напомнил, что усилены работы в рамках городского месячника по благоустройству. Средники и субботники продолжаются и ближайшие намечены на 17 и 20 число. Все предприятия и организации областного центра должны дружно выйти и привести за ними закрепленные территории в надлежащий вид. Это уборка и вывоз мусора, культивация деревьев, помывка памятников, высадка цветов. Свою лепту весеннее благоустройство Самары внесет и глава города Елена Лапушкина со своей командой. Они будут наводить чистоту в Кировском районе на улице юных пионеров. За санитарное состояние незакрепленных территорий отвечают районные администрации. И еще одна хорошая новость. Официальное открытие парков и скверов запланировано, как и запуск фонтанов, на 1 мая. К этому времени мегаполис должен блестеть, заметил первый замглавы города. Как это было в прошлом году перед чемпионатом мира по футболу. Рекоператор, руководители полигонов, зам и глав районов, чтобы мы понимали, чтобы они сидели куда, кто везет, чтобы не было в этом вопросе сбоя. Обратите внимание на привлеченный транспорт. И вот сейчас, вот ситуация с мусором, вот в этом вопросе, чтобы было полное понимание. И по инвентарю, еще раз повторяю, чтобы не было у нас сбоя. В Самаре моют дороги и тротуары. Интенсивность работ по преображению города с каждым днем увеличивается. 200 единиц спецтехники и 300 рабочих трудятся в две смены, чтобы привести в порядок все улицы. За комплексной уборкой наблюдала мэрия Елчан. Красноармейскую, Огибалово и еще 127 улиц очистили от пыли и грязи. Самарские магистрали вовсю готовят к летнему периоду. Дорожники подметают, пылесосят дороги и тротуары. Моют также ограждения и бордюры, чтобы покрасить. Все для комфорта жителей. Как здорово. Пыли нет. Все чисто. Девочки, мальчики убирают. Все замечательно. Очень приятно, разумеется, что все-таки беспокоятся о городе. Кроме механизированного и ручного сбора мусора, пыли и грязи, на улицы города ежедневно выходят 18 больших и малогабаритных дорожных пылесосов, а также 16 поливомоечных машин и универсальная машина «Чистодор». Ее производительность выше в четыре раза. Преимущество именно этой машины в том, что он идет на базе «Камаза» и больше объема мусора, меньше расхода топлива и больше объема мусора забирает он. В связи с тем, что сразу по транспортеру кидает в кузов. Чтобы привести в порядок все улицы города, трудятся в две смены 300 рабочих и 200 единиц спецтехники. Основные работы, по словам специалистов, лучше проводить ночью, чтобы не мешать движению транспорта. В дневное время много припаркованных машин у обочины. Это также создает неудобства. И на одни и те же улицы технику и персонал приходится выводить заново по мере освобождения участка вдоль дорог. Работы по подготовке и мойке ведутся по всему городу. Единственная интенсивность их немножко отличается в связи с различными спецификами районов. Если в центральной части в зимний период в основном было достаточно большого снега, использовались антиглоледные материалы современные многокомпонентные, то на территории Красноглинского района, Куйбышевского, в части Кировского района использовались ПСС. Там более трудоемкие работы по подготовке после зимы, больше зимних накоплений собирается. В дальнейшем в жаркую погоду на дороге выйдет дополнительная техника для полива улиц и тротуаров. После дождей магистрали также нуждаются в мойке. Дело в том, что пыль, грунт с газонов частично попадают в ливневки и прибиваются к бордюрам. Внести свою лепту в наведение чистоты в городе может каждый житель Самары. Третий средник пройдет уже завтра, а общегородской субботник – 20 апреля. Для этого подготовлен весь необходимый инвентарь. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. 168 тысяч квадратных метров цветов высадят этой весной на территории города. В яркое убранство оденутся парки, скверы, улицы и набережная. Саженцы уже готовы. Когда начнутся работы, по высадке узнала Лариса Шлафаст. Более миллиона цветов высадят в Самаре в этом году. На улицах города появятся бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще около 50 сортов растений. Площадь цветников составит почти 168 тысяч квадратных метров. При хорошей погоде первым в городе высадится тюльпановый десант. Площадь цветения будет более двух тысяч квадратных метров. Клумбы украсят бульвары, скверы, парки и набережную. Специальные конструкции с цветами появятся также вдоль гостевых маршрутов и городских магистралей. Обновят это пиарные фигуры. Часть скульптур останется на прежних местах. Допустим, те, которые имеют, скажем так, нейтральную тематику. То есть там матрешки, я люблю Самары и так далее. А то, что касается футбольной тематики, то поступило несколько предложений у нас о том, чтобы их установить в районе спортивных школ. И там это будет вполне уместно. Летом начнется и благоустройство общественных пространств, которые горожане выбрали сами на рейтинговом голосовании, которое проводилось в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это четыре территории. Бульвар Металлургов, сквер Фадеева, территория у храма Кирилла и Мефодия и Крымская площадь. По каждому участку разработаны дизайн проекты. Отличительной особенностью муниципальной программы является то, что общественность принимает участие на всех этапах, начиная от голосования и заканчивая приемкой выполненных работ. На каждой из четырех территорий запланировано сделать освещение и озеленение, заменить асфальт, тротуарную плитку, установить новые лавочки и урны, обновить детские спортивные площадки. По федеральному проекту преобразятся и десятки дворов во всех районах Самары. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Самарские предприятия получили шанс прорваться на зарубежный рынок. Сейчас проходит отбор организаций, которые станут участниками корпоративной программы повышения конкурентоспособности. Это часть федерального проекта «Промышленный экспорт». Прошедший отбор смогут получить льготный экспортный кредит. Его ставка будет на 4,5% меньше той, которую устанавливают местные банки. Субсидии для компенсации части процентных ставок предоставит федеральный Минпромторг. Сейчас регулярно проводятся встречи и консультации для представителей компаний-участников. Разные виды продукции содержат разные критерии. Требования эти описаны в приложении к 719 постановлению правительства. После того, как вы поймете, как вы будете подтверждать, вы сможете понимать, кто именно, какое юридическое лицо должно быть сертифицировано. И стать участником программы. Прием заявок продлится до 15 мая. Претендовать на льготный кредит могут компании, которые занимаются производством продукции, не имеют долгов по обязательным платежам и не находятся в стадии банкротства. Те, кто пройдет отбор, должны будут ежегодно демонстрировать прирост выручки от экспорта. Сравнивать будут с показателями 2017 года. Далее коротко о других темах дня. Основная версия гибели Лины Сторожевой, которую отрабатывает следствие – суицид. Соседи и друзья Лины, напротив, уверены, что это убийство. По словам знакомых, у Лины были серьезные проблемы на работе. Накануне исчезновения она планировала уволиться. Напомним, женщина пропала 14 октября. Ранним утром она выбежала из подъезда своего дома на Черемшанской, но буквально через несколько минут взволнованная вернулась обратно. Зашла в подъезд и исчезла. При этом кто-то удалил последние звонки и переписку с ее телефона. Пропавшую женщину спустя почти полгода нашли на козырьке подъезда под трубой. Дворники откопали тело из-под снега. Экспертиза ДНК подтвердила, что погибшая и есть Лина Сторожева. Внук бывшего вице-президента Автоваза в Москве совершил смертельное ДТП. Дорожные полицейские пытались остановить иномарку, ехавшую с превышением скорости у Воробьевых гор. Уходя от погони, Мерседес проехал на красный сигнал светофора и протаранил на огромной скорости иномарку, 22-летний водитель которой скончался на месте. Сам виновник бросил автомобиль и скрылся, оставив в машине раненую 17-летнюю пассажирку. Через некоторое время полицейским удалось его задержать. Нарушителем оказался 19-летний Егор Личенков, внук бывшего вице-президента компании Автоваз Николая Личенкова. Он отказался проходить мета-свидетельствование. У водителя не было прав, а автомобиль он взял в аренду обманом, воспользовавшись аккаунтом другого человека. Возбуждено уголовное дело. Егор заключен под стражу. Погибшим в ДТП оказался боец ММА Байлы Курбанмедов. Уголовное дело в отношении бывшего начальника Самарской исправительной колонии номер 10 передали в суд для рассмотрения. Руководители учреждения подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, начальник исправительной колонии с января 15 по апрель 2018 года не предпринял никаких мер для увольнения фиктивно трудоустроенного сотрудника исправительного учреждения. При этом в течение трех лет мужчина утверждал официальные документы, по которым работнику начислялась зарплата и другие выплаты, сообщили в облпрокуратуре. Жителям региона предложили придумать название для будущих детищ «Автоваза». Выдвинуть свои варианты имен для автомобилей разных семейств и поделиться ассоциациями, которые они вызывают, пользователи соцсетей смогут до 29 апреля на официальном сайте. В качестве иллюстрации на конкурсе выступают современные модели «Лада», «Гранта», «Нивы 4х4», «Ларгус», «Иксрей» и «Веста-СВ». Новых концептов будущих автомобилей на сайте не представили. Эксперты предполагают, что народное голосование поможет выбрать имя для новинок, выпуск которых намечен на 2021-2022 годы, вездехода и компактного кроссовера. День здоровья прошел в Самарском университете. Кроме измерения давления и проверки сердца, можно было пройти тестирование и на ВИЧ. Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД проводит очередную акцию в учебных заведениях города. Обземянный пальчик уколол и Сергей Кизоркин. Студент Арокосмического университета Андрей Меркулов к своему здоровью относится внимательно. Ежегодно проходит экспресс-тестирование на ВИЧ. На этот раз ему не пришлось покидать родной альмаматор. Специалисты СПИД-центра сами приехали в университет. Экспресс-тестирование крови занимает всего 15 минут. Это проблема и это надо контролировать и следить за этим. Чтобы это не распространялось дальше, думаю, чтобы как-то бороться с этим. Потому что это серьезная болезнь, которую нужно побеждать. Самарский областной СПИД-центр профилактические акции по экспресс-тестированию на ВИЧ проводит регулярно. За первые месяцы 19-го о своем статусе узнали более 300 студентов в трех самарских вузах. Для меня они имеют огромное значение, потому что мне кажется, что это очень важно знать свой ВИЧ-статус. До этого времени мне как-то не попадались никакие организации, которые этим занимаются. Я как-то не задумывался об этом, а теперь вот захотелось. Мобильная лаборатория экспресс-тестирования СПИД-центра выезжает не только в университеты. Не обходит вниманием и предприятия. Исследования проводятся бесплатно и анонимно. Впрочем, кто хочет абсолютной конфиденциальности, может приехать сдать анализ в СПИД-центр. С ВИЧ можно прожить долгую жизнь. Главное – вовремя узнать о болезни и начать лечение. Каких-то ждать от него плохих проявлений в первые же недели, месяцы от заражения нельзя. Он со временем начинает о себе давать знать, и иммунитет угасает в течение нескольких лет. Поэтому очень важно протестироваться хотя бы раз в год, чтобы быть уверенным, что у тебя вируса нету, и ты можешь жить нормальной здоровой жизнью. Чтобы избежать заражения ВИЧ, нужно соблюдать правила безопасности, использовать одноразовые медицинские инструменты и практиковать защищенный секс. Андрею Меркулову врачи после экспресс-тестирования на ВИЧ выдали справку. В целом я был спокоен, потому что я соблюдаю всем известные правила, и мои ожидания подтвердились, все в порядке. Заподозрить, что вирус поселился в организме, можно по следующим признакам. Постоянно высокая температура, увеличенные лимфоузлы в паху, резкое снижение массы тела без диет, диарея, хронические инфекции и нарушение микрофлоры. В таких случаях нужно срочно сдать анализ на ВИЧ. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На развитие добровольчества в Самарской области потратят более 9,5 миллионов рублей. В прошлом году Самара стала победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и вошла в число 26 регионов, которые получили субсидию из федерального бюджета на поддержку волонтерства. Способствовать развитию будут национальный проект образования и федеральный проект социальной активности. Планируется, что к 2024 году в рядах волонтеров окажется каждый пятый житель области. Региональный ресурсный центр добровольчества уже начал свою работу. В этом году поддержку государства получат волонтерские штабы и некоммерческие организации. В школах начнут развивать культуру добровольчества и создавать волонтерские отряды. По всей области подготовят делегации для участия во всероссийских и международных добровольческих акциях. Добровольчество – это широкий круг возможностей саморазвития, расширения знаний о других людях, о регионе, возможность проявить заботу о других, испытать себя в новых условиях и обстановке. Хорошая перспектива на будущее. Достижение названных целей возможно лишь на условиях партнерства и сотрудничества. В Самаре открылся 24-й фестиваль «Кино детям». До 19 апреля в домах культуры, школах и в кинотеатре художественной детям Самарской области покажут лучшие произведения российских и зарубежных кинематографистов. Там же пройдут творческие встречи и мастер-классы. Ежегодно фестиваль открывает новые фильмы духовно-нравственной тематики и талантливую анимацию. Всего в этом году 110 фестивальных площадок по всей области. Традиционно на фестивале представят работы в нескольких основных номинациях. Российские премьеры, международная программа и кино «Снимаем сами». Программа «Кино снимаем сами» в этом году очень большая. От Камчатки до Калининграда к нам прислан очень много фильмов. Жюри взрослые работали очень упорно. Но работа благородная, потому что, по их мнению, эти дети, которые снимают сейчас такие маленькие фильмы, может быть, они и будут будущим нашего кинематографа. Всемирный день троллейбуса отпраздновали в Самарском трамвайно-троллейбусном управлении. Гостям праздника рассказали об истории транспорта в Самаре. С чего все начиналось и какие изменения ждать в будущем, расскажет Анастасия Ерыгина. Троллейбусы колесят по Самаре уже почти 80 лет. Сегодня в городе их две с половиной сотни. А начиналось все с нескольких машин, которые в годы войны перевозили рабочих на заводы. В этой витрине мы видим макет первого самарского троллейбуса. Марка его называется ЯТБ-2, что обозначает Ярославский троллейбус, вторая модель. Именно эти машины начали у нас движение. В Самаре проложено 213 километров троллейбусных линий. Это 14 маршрутов. С каждым годом автопарк становится все более современным. Уже сейчас по городу ходят троллейбусы с кондиционером и улучшенные системы отопления. Причем потребляют они все меньше электричества. Скоро в городе появятся модели с увеличенным автономным ходом. Могут даже пустить электробусы, которые не требуют постоянного контакта с проводами. Это то будущее, которое оно реально, оно действительно. В этом направлении работаем мы, работает администрация города, в области. Поэтому в ближайшее время все это будет там организовано. Среди самарцев есть настоящие поклонники электротранспорта. В семье Александровых это пятилетний Станислав. Его отец Антон рассказывает, мальчик приходит в восторг при виде троллейбусов и трамваев. Так совпало, что день рождения Станислава выпадает как раз на всемирный день троллейбуса. И родители устроили ему сюрприз. Привели в музей. И когда мы узнали, что сегодня будет проводиться день троллейбуса в музее, мы решили сюда попасть. Чему он очень был рад, удивлен и безумно счастлив. Популярность этого транспорта в Самаре растет. В прошлом году трамвайно-троллейбусное управление города побило все свои рекорды. В троллейбусах удалось перевезти более 19 миллионов пассажиров. В этом году начали тестировать бескондукторную оплату проезда в 15 троллейбусах. Скоро ее планируют ввезти и в трамваях. Анастасия Ерыгина, Григорий Плешаков. События. Динамика спорта и красота танца. В Самаре впервые прошло открытое первенство Самарского района по акробатическому рок-н-роллу. Как добиться успеха в непростом виде спорта, расскажем в следующем репортаже. Драйв, энергия, сила. Акробатический рок-н-ролл требует от спортсмена не меньшей физической подготовки, чем другие атлетические виды спорта. Поэтому тренировки порой получаются очень тяжелыми. Об этом знает и Елизавета Болоцкая. Она больше месяца готовила своих подопечных к открытому первенству Самарского района. Но упорная работа была вознаграждена. Дети завоевали медали сразу в нескольких номинациях. Секрет успеха, уверена Елизавета, помнить, что акробатический рок-н-ролл не только спорт, но и танцевальное искусство. Эмоции, они тоже важны. И то, когда дети улыбаются, то, как они там машут, еще что-то. То, как они держат себя на сцене, это, естественно, тоже важно. Когда там стесняются, еще что-то. Это понятное дело, но улыбка, гордо поднятая голова, это очень важно. Открытое первенство Самарского района по акробатическому рок-н-роллу прошло впервые. Большое количество участников, соревновательный дух и азарт в глазах детей ясно дали понять, что этому турниру суждено стать традицией. Дебют удался, даже больше. Мы ожидали этот праздник намного скромнее, но он получился поистине грандиозным. Хорошую традицию мы заводим сегодня, и она продлится долгие-долгие годы. Хороший праздник музыки, спорта и красоты. Всего за победу в восьми номинациях боролись 150 детей в возрасте от 5 до 15 лет. В соревнованиях приняли участие не только самарские спортсмены, но и гости из Ульяновской области и Республики и Майриэл. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 21 миллиона просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите нас на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...